Если вы перемещаете значки приложений на другой экран по одному, попробуйте другой способ и переместите все сразу. Удерживайте пальцем один значок, а затем другим пальцем коснитесь всех остальных значков, которые нужно переместить. Вуаля! Теперь они присоединились к тому, что вы удерживаете. Перетащите их на другой экран. Готово! А еще есть более быстрый способ закрыть все приложения. Думаю, вы смахиваете их вверх одно за другим. И это занимает вечность. Это можно делать в три раза быстрее, если использовать для смахивания три пальца и убирать по три вкладки за раз. Иногда мы можем давать кому-то свой телефон, и не всегда приятно, когда этот кто-то в нем хозяйничает. Все станет намного лучше, как только вы научитесь одному трюку. На iPhone есть функция управляемого доступа. При активации она не позволит покинуть определенное приложение. Перейдите в раздел «Настройки» — «Специальные возможности», а затем прокрутите вниз, чтобы найти управляемый доступ и активировать его. Включите его и установите пароль. Кто-то берет ваш iPhone и пытается разблокировать его вашим лицом? Если вы этого не хотите, можно просто сказать «Эй, Siri, чей это телефон?» Эта команда заставит Siri заблокировать сканер лица и потребует ввести пароль. Можно замаскировать любое приложение под что-то другое. Зайдите в ярлыки, нажмите «Плюс» и коснитесь нижней панели. Добавьте действие «Открыть приложение», нажмите «Выбрать» и найдите нужное приложение. Затем нажмите на него еще раз, добавьте его на главный экран, задайте имя и выберите изображение. Можно скрыть и фотографии. Для этого откройте нужную фотографию, нажмите на «Поделиться», а затем на «Скрыть». Чтобы найти скрытый альбом, перейдите в фотографии. Затем «Альбомы» и прокрутите вниз до раздела «Утилиты», где будет скрытый альбом. Но если вы не хотите, чтобы этот альбом отображался, можно скрыть и его. Перейдите в «Настройки», затем «Фотографии», прокрутите вниз и отключите режим скрытого альбома. Потом можно будет снова его включить. А еще можно добавлять к фотографиям подписи. Если это сделать, не нужно будет прокручивать все фотографии, чтобы найти нужную. Итак, если вы сделали фото адреса своего друга, просто откройте фотографию, проведите пальцем вверх и появится поле «Добавить подпись». Введите ключевое слово, например, «Адрес», а затем нажмите «Готово». Если фото понадобится позже, можно просто зайти в поле поиска, ввести адрес и снимок появится. Можно перетащить фотографию в любое приложение. Просто нажмите на нее и удерживайте. Продолжайте ее удерживать, а другим пальцем перейдите в приложение, куда вы хотите ее отправить и поместите ее туда. Можно установить живую фотографию в качестве обоев. Выберите фото, нажмите на «Поделиться» и прокрутите вниз до пункта «Использовать в качестве обоев». Установите только в качестве обоев экрана блокировки. Заблокируйте телефон. Теперь видно картину. Нажмите на нее и удерживайте нажатой, она начнет двигаться. Вы делаете скриншот своего домашнего экрана, чтобы показать другу одно приложение. Если сделать простой скриншот, придется указать в сообщении, в какой строке оно находится. Сделав скриншот, нажмите на него. Когда находитесь в режиме редактирования, нажмите на кнопку «плюс», а затем на лупу. Эта функция добавит к фото специальный круг, чтобы увеличить определенное место. Вам останется только отрегулировать его размер. В Safari можно сделать скриншот сразу всей страницы, а не только части, видимой на экране. Сделайте обычный скриншот, а затем нажмите на него, чтобы перейти в режим редактирования. На верхней панели выберите «Полная страница». Там можно выбрать, как ее обрезать, если нужна только часть. Это очень удобно, потому что больше не нужно делать несколько скриншотов. Вы просматриваете видео на YouTube или фотографии в Instagram и уходите далеко вниз. Не нужно снова скроллить вверх, если хотите вернуться. Просто нажмите на время в левом верхнем углу и вы вернетесь в начало. Если вы засыпаете под музыку или подкаст, есть способ установить таймер, чтобы он отключал музыку. Перейдите к часам, затем к таймеру. Установите время и перейдите к опции «Когда таймер закончится». Прокрутите вниз до кнопки «Прекратить воспроизведение». Нажмите на нее, а затем на «Готово». И по истечении установленного времени музыка отключится. В сообщениях появились новые интересные функции. Если хотите ответить на конкретное сообщение смайлика, можно выбрать нужный смайлик и перетащить его в сообщение. Разместите его в любом месте, где захотите, и его увидит другой человек. При отправке сообщения нажмите и удерживайте кнопку «Отправить». Можно выбрать одну из нескольких анимаций для отправки. Проведите пальцем влево, чтобы просмотреть все эффекты отправки. Затем выберите один из эффектов, и получатель увидит его. Если хотите удалить только что введенное сообщение, встряхните телефон и подтвердите действие. Если вы передумали и хотите вернуть сообщение, просто встряхните телефон еще раз. При наборе текста часто приходится использовать цифры. Если нужно ввести число, вы, вероятно, нажимаете специальную кнопку, чтобы перейти в меню символов. Затем выбираете число и нажимаете кнопку, чтобы вернуться. Вместо этого просто нажмите и удерживайте меню с цифрами. Когда появятся цифры, подведите палец к нужному символу. Как только вы перестанете удерживать палец, вы вернетесь в текстовое меню и сможете продолжить печатать. Оказывается, можно изменить цвет эмодзи. Перейдите в «Настройки», затем в «Специальные возможности» выберите «Отображение и размер текста». Затем перейдите в «Цветовые фильтры» и включите их. Можно выбрать один из нескольких цветовых фильтров, где это изменит цветовую гамму вашего устройства, включая эмодзи. Есть способ сохранить ваше текущее местоположение. Это полезно, когда вы паркуете автомобиль в незнакомом месте. Координаты можно сохранить несколькими нажатиями. Итак, просто нажмите и удерживайте значок карты и выберите «Отметить мое местоположение» в появившемся меню. Ваше местоположение будет отмечено и вы будете знать, куда возвращаться. Можно конвертировать любой текст, который вы видите, в «Заметки» на мобильном телефоне. Перейдите в «Заметки», нажмите на эту опцию посередине. Это разделит экран на две части. Отсканируйте нужный текст, и он преобразуется в текст с «Заметки». Все знают, что на боковой панели телефона можно отключить звук. Но если есть один или несколько человек, звонок, от которых вы не хотели бы пропустить, можно оставить звук только для них. Зайдите в «Контакты», найдите нужного человека, нажмите «Изменить контакт» и включите режим «Аварийный обход». Теперь даже если телефон отключен, вы услышите звонок от этого человека. Некоторые приложения всегда отслеживают ваше местоположение, а некоторые делают это только во время их использования. Отключите разрешение на определение местоположения для неважных приложений и экономьте зарядку. Перегружайте телефон раз в неделю, чтобы очищать оперативную память, иначе его работа замедлится. Возможно, вам не нужна яркость экрана на 100%. Можно включить автояркость или просто убавить подсветку, потому что она расходует батарею. Включите режим низкого энергопотребления – это может замедлить телефон, зато он проработает дольше. Отключите пуш-уведомления. Зайдите в настройки приложений и отключите неважные. Есть простые хитрости, чтобы смартфон служил дольше. Не заряжайте его слишком долго. Это может привести к перегреву, который вредит устройству. А еще не заряжайте его под прямыми солнечными лучами. И лучше вообще не подвергать телефон воздействию прямых солнечных лучей. По возможности, держите его в прохладном месте. Не играйте, пока он заряжается. Это также может привести к перегреву. А еще очень важно заранее подобрать хороший чехол для защиты устройства. Представьте, что вы только что вышли из магазина со смартфоном последнего поколения, но еще не защитили его. Вдруг вы спотыкаетесь, телефон выскальзывает из руки, и с трудом заработанные деньги пропадают. Поэтому наденьте на него защитный чехол, как только достанете коробки. А еще нужна защитная пленка для экрана, чтобы тот не царапался. Даже если после падения незащищенный телефон не разобьется полностью, вероятно, вам все равно придется платить за ремонт. Не заряжайте телефон дешевым адаптером. Это может испортить батарею. Со временем экран телефона пачкается, а порты забиваются грязью. Не забывайте чистить порт для зарядки, микрофон и решетку динамика.